Мы объявляем о создании общественного объединения «Демократический выбор Казахстана». Приглашаем всех тех, кто разделяет эти принципы, присутствовать и подпишаться, и оказывать содействие в развитии этого движения. То есть все понимали, что так дальше жить нельзя, что нужно попытаться что-то изменить. Получили ли мы добро со стороны президента или нет? Я вам говорю «нет». Считаю, что демократические преобразования нужно проводить обдуманно, постепенно. Демократия – это не игрушка в руках киндер-сюрпризов от политики. Я считаю, что он не имеет морального права работать премьер-министром. Я считаю, что он должен уйти в отставку. Кажетский, Медведич, могли бы прокомментировать? Нельзя, нельзя. Закрыть, Донбасс. Требования ДВК исполнил, Токаева освободил от должности премьера, а потом их успокоил и начал потом кромсать. История суверенного Казахстана – это было, наверное, первый и последний раз, когда собрание оппозиции, во-первых, было в эфире, попало в эфир, а во-вторых, это дело в прямом эфире. Президент не подсуден, не подконтролен и не подлежит критике ни со стороны отдельных граждан, ни средств массовой информации, ни политических партий. Думаю, в будущем поддержим мы их, и народ поддержит их. ДВК – это будущее Казахстана. Молодые ребята, молодые бизнесмены, вот такие ребята должны руководить Казахстаном. Я пришла бороться за светлое будущее своего внука Фархата. Акимы должны быть выборны и, соответственно, подотчетны, подконтрольны самому народу. Пока мы не ведем подотчетность власти перед народом, по-серьезному преодолеть коррупцию нельзя. Позднее я с Нурсултаном встречался, он аж, когда шел разговор о ДВК, привстал с места и сказал, «Секе, у армена, думаю, это стоит задумать». Они, говорят, чуть меня не опротивляли. Проходит митинг, политический шоу. За счет каких средств? При помощи каких механизмов? Законных или незаконных? Требуем прекратить преследование сторонников ДВК. Разве это демократия, когда открываются уголовные дела на лидеров ДВК? Значит, он меня предупреждал, что если я не откажусь от своих убеждений, от членства ДВК Казахстана, то против меня будут открыты уголовные дела, и что меня посадят, и отберут бизнес. Судьба твоя и Галджиан Жакьяна под моим личным контролем. Не поступи, Назарбаев, столь жестким образом. Не разгромив он движения различными методами. Методами кнутая пряника. Конечно, страна сегодня была бы другой. Сегодня ситуация с правами человека, со свободой, с демократией ухудшается. Тогда бы процесс шел в обратную сторону. Мы бы жили в другом обществе. Мы имели бы варианты выбора развития. У нас сейчас один вариант, что скажет один человек. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...